здравствуйте моя семья моя интернет семья и все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте поскольку я контролирую скажем так жизнь агафьи лыковой и слежу за каждым полетом к ней когда у нее последний раз были а у нее были в 2017 году и причем не зимой а немножко раньше и меня это конечно тоже беспокоит и в связи с этим я наткнулась на такие вещи которые сейчас происходят что ну если кто меня слышит именно кто находится в акква в хакасии как-то повлияйте и приведите в чувство я не знаю там своих в своей власти скажем так значит автор юля вот автор юлия варсегова она я сейчас ссылаюсь на ее статью что она написала давайте прочитаем вместе глава хакасии я буду вам читать вот я вам показала и теперь я вот так вот сделаю чтобы не было лучше видно глава хакасии ограничил полеты к бабушке агафьи которая всю жизнь провела в таежной глуши житель кировской области изъявил желание стать старообрядцем и умничка и попросил губернатора республики хакасия помочь добраться до агафьи лыковой ну естественно не бесплатно о своих намерениях кировчанин написал лично в инстаграм главе республики вопрос от кировчанина не на шутку взбудоражил общественность буквально назревается скандал вокруг знаменитой отшельницы власти хакасии настроены ограничить полеты на к агафьи лыковы аргументируя такое решение следующим образом а теперь вот внимание виктор зимин глава республики хакасия каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания бесплатные снабжения полеты связь авиация и еще наши соседи иногда пиарится еще раз борт придет оттуда вы нарушили закон страны не имеете права туда не садиться не прилетать и позорить нас не надо прямая речь даст для справочки агафья карповна лыкова 23 апреля 1944 года рождения известная сибирская отшельница из семи старообрядцев беспоповцев лыковых бежавших в труднодоступные места сибирской тайги от гонений на веру с при советском союзе повторяю бежавшая в труднодоступные места сибирской таки тайги от гонений проживающие на заимки лыковых в лесном массиве абаканского хребта западного саяна хакасия о чем это говорит это говорит о том что люди которые могут защитить которые живут в хакасии они могут на этом основании поскольку они бежали именно от гонений обратиться по правам уполномоченным по правам человека и написать об этой женщине которые обязаны не просто помогать но и компенсацию выплатить как знаете за тех выплатили кто в концлагерях сидел так вот из-за этих людей которым не дали жить нормальным образом в нормальных условиях в своей деревне в своем городе а за веру гоняли их и за это и сейчас еще запрещают туда приезжать но извините меня человеческий образ потерян это единственная ко всему прочему женщина которая реально верующая на той территории и ну раз глава хакасии вот так вот ведет себя значит получается раз он глава он возглавляет кого он возглавляет против кого он пошел против бога она человек бога как можно не бояться теперь стала я копать вы знаете что я люблю досконально до всего доходить я ведь знаю что агафьи лыковой помогает аман тулеев амана тулеева я еще знаю он тоже 1944 года рождения это уникальная личность об этом человеке я буду отдельно говорить это уникальный человек дай бог ему здоровья я молю бога о том чтобы он был здоров как можно дольше потому что не дай господь он сейчас покинет нас не дай господь никто они не позаботятся поверьте мне никто не выделит вратолет пока что только он этим занимается откуда это я взяла а он вообще не с хакасии оказывается он кемеровской области сейчас я вам покажу кое-что так теперь следующая статья читаем от 16 ноября 2017 года в 16 15 была она опубликована в газете полит.ру и так поскольку я вам говорю что я читающий человек я не смотрящий там и ни в каких меня сетях вы не найдете вот через youtube внизу вы можете писать сообщение там есть мой email я естественно стала копаться искать все 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 за ноябрь семнадцатого года потому что это вот недавно была ноябрь декабрь январь новый год и вот 2018 сейчас только март вот сидит женщина да вы видите что это агафья лыкова это вот сейчас последняя одна из последних фотографий вот она сняла сапог и что-то там ей попало это единственный чистый человек молитвами которой вы можете спастись спасти себя свою жизнь понимаете вы даже не представляете что она делает сейчас для людей бывшего союза советских социалистических республик благодаря ее молитвам сейчас еще как-то кто-то будет держаться на плаву вот посмотрите к ней приезжали а она с книгой она с книгой вот так вот садилась на один бачок и пока они кушали она им начитывала начитывала как вы думаете что псалмы пела и она не просто читает она поет и вот смотрите что же пишет нам вот это вот статья амантулеев отказался прервать дружбу с агафьей лыковой губернатор кемеровской области амантулеев это кемеровская область да кемеровская область я там путаюсь с областями поскольку я не оттуда да губернатор кемеровской области амантулеев заявил что несмотря на негативное мнение от его хакасского коллеги виктора зимина он продолжит помогать старо верке отшельницы агафьи лыковой кстати он ей стал как брат амантулеев просто он ей стал как брат кстати и он сорок четвертого года рождения и он и она сорок четвертого года рождения вот он амантулеев и вот агафья он они печется вот он ей передает и крупы и животных и корм для жил и вообще людей туда на помощь ей предоставляет это такая умничка вы знаете он мой земляк вообще-то по рождению но значит он тоже смешанный брак у них мама у него русская власова да у мамы фамилия власова а папа папа у него туркмен по моему вот и получилась вот такая вот смесь такой красивый человек высокий красивый и благородный благородный человек вот пока он есть там пока он есть там он еще будет спасать потому что это наш скажем так человек из наших мой земляк и так вот он губернатор кемеровской области аманчик дай бог здоровья ему и он отказался вы видите он отказался прервать дружбу с агафьи лыковы а я знаю наши не бросают наши не бросают и 15 ноября в ходе прямой линии губернатор хакасии виктор зимин заявил что агафья лыкова слишком дорого обходится государству представляете как язык вообще повернулся и запретил своим подчиненным к ней летать каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания бесплатные снабжение полеты связь авиация высказался зимин это я цитирую люди куда вы катитесь что с вами происходит я знаю почему это сделано я знаю один парень студент он приехал с ноутбуком и показал ей правящих людей и вы знаете что она сказала я не буду включать сюда кто захочет найдет это видео и вот после этого все ей урезать все начали над кем вы издеваетесь над вот этой одинокой женщине у которой вы благодаря вам благодаря тому что вы ворвались в их жизнь один раз они вынуждены были уйти в тайгу благодаря тому что вы ворвались их жизнь второй раз погибли все осталось она одна и она не подает на вас в суд и она не ведет с вами борьбу хотя она имеет полное право обратиться по правам к уполномоченным по правам людей и чтобы ее защитили люди опомнитесь опомнитесь что вы делаете люди бейте во все колокола это ваш молитвенник это молитвенник за вашу за я не знаю землю опомнитесь не хотела бы быть я не на месте зимина жизнь идет и она сильно короткая здесь на земле за эту дочь царя царей ответ ему придется нести дальше что он говорит в пресс-службы главы кемеровской области после этого рассказали что тулеев и лыкова дружит уже 20 лет губернатор постоянно привозят ей продукты и лекарства вот он постоянно к отшельнице периодически наведываются волонтеры чтобы помочь ей по хозяйству а охотники защищают ее дом от медведей если бы власти хакасии оказывали системную помощь реагировали на проблемы и редкие просьбы агафьи лыковой то к узбассу не было бы необходимости вмешиваться пояснили в пресс-службе некоторые источники связывают переизбрание амана тулеева на пост губернатора в 2015 году с молитвенным стоянием отшельницы но дело в том что и это так и есть это так и есть и я уверена что вообще тулееву не за что бояться во первых когда такая молитвенница в его жизни есть когда вот он от чистого сердца он ведь без всяких начал он один из первых начал ей помогать как только узнали 20 лет как он подвязался на это это не один год он к ней как к сестре относится вот и вот есть сведения что после этого говорят что он и начал молочную козу там сено 100 килограмм муки 350 грамм комбикорм куры там козы тогда на самом деле нет он ей просто как брат я знаю такой тип людей у нас такие все наши земляки и 15 ноября в ходе прямой линии губернатор хакасии виктор зимин заявил виктор зимин что агафья лыкова слишком дорого обходится государству и запретил своим подчиненным к ней летать давайте посмотрим давайте послушаем внимательно американский бюджет всем будет помогать очень сложно я знаю что есть акции мекку отправляет еще куда-то бабушки агафьи она не является у нас патриархом староведческой церкви слышите что она не является у нас патриархом староведческой церкви представляете и не имеет никакого статуса то есть поэтому у него у него нету человеческих чувств как человеку помогать не надо ведь у нее нету никакого статуса зачем ей помогать правда как язык у него поворачивается на это как язык поворачивается вот в этом вот вот эта глава какая глава такой хвост это туристическая зона и кстати заповедник вообще нельзя там нет никакой хозяйственной деятельности для этого не надо менять тем более веру или приобретать ее бабушка агафья и так нагрузка великая для многих вот как у этого человека вообще язык такой я я я я у меня просто нет слов люди куда вы катитесь как и вот это ибо и все сидят глотают слюни это конференция и никто ему не скажет да ты что что ты мелешь что ты мелешь у нее исторически сложилось а может быть и исторически это кто-то сложил там нельзя бывать никому видите мама царство небесное вы знаете я бы я не боюсь таких людей вот я знаю что мне сейчас будут писать там всякие разные тролли от него или там еще откуда я вам сразу говорю я не боюсь таких людей потому что предо мной идет господь понаблюдаем и увидим и я знаю где будет он я знаю где будет он человек он седой если он думает что он будет жить всю вечность он ошибается его конечно вечность ждет но его судилище страшное ждет то есть у человека вообще ничего святого нет вообще не то что там веры капли веры пол капли веры нет на таких святых людей руку поднимает а это называется руку поднимает чисто по человечески не хочешь так ты обязан вообще вы обязаны ей вы обязаны вы все и обязаны потому что именно благодаря вам туда она попала деятелям союза советских сциалистических республик всегда возмущалась говорила сынок мама он спал я всю жизнь на государство отработала ко мне вертолеты не летают ага мама значит ей говорила ему сынок несправедливо ко мне вертолеты не летают а к той одинокой женщине у которой погибли все из-за того что занесли инфекцию советские люди и она осталась в глубоком одиночестве у нее нету сына губернатора бог вам судья а не царствие небесное а эти люди ни дня не работали на государство ни дня не работали на государство как они там выжили господи они вымаливают за таких как вы чтобы господь бог снисходительно отнесся чтобы с лица земли страну не убрали спрятались от войны они ушли вообще в тридцать седьмом году то есть человек вообще не осведомлен может я сейчас говорю некоторые вещи которые но вот я житель этой республики и дальше я его слушать даже не желаю просто слушать даже не желаю напомню вам дорогие мои вот Аман Тулеев в самолете вертолете Агафью Лыкову вертолете везет на лечение ей было очень плохо и он ее повез хотя впоследствии она отказалась от лечения и вернулась назад и вот она вернулась к себе в освоясе напомню когда то эту девочку вместе с ее семьей нашли в тайге они прятались от советской власти которая уничтожала всех верующих поголовно я имею ввиду истинно верующих а не номинальных верующих просто уничтожали ссылали ну в общем бесовщина творилось их нашли нашли их геологи это был 78 год 1978 год где еще гонения на верующих были продолжены их называли просто забитыми людьми хотя забитыми они не были в итоге занесли инфекцию погибли все осталась одна маленькая женщина метр пятьдесят с лишним ростом вот какая она в полном одиночестве которая вынуждена работать с раннего с раннего утра до тех пор пока не стемнеет она выживала в страшных условиях в страшном холоде и даже был страшный голод но она выжила несмотря на то что и дикие звери и медведи и все шныряли рядом зимой также она ведет хозяйство видите у нее есть козы она просто просто пахарь и таким одиноким людям вот она одна понимаете полностью одна но она истинно верующий человек не запачканный в коммунистической грязи и вот этого человека вы только что слышали который решил ее ограничить это значит что отрезать всяческие пути к ней это значит что лишить помощи когда она уже в таком возрасте что помощь нужна когда ей было лет пятьдесят шестьдесят сорок к ней скакали пофотографироваться с ней попиариться с ней а сейчас когда пришел тот возраст тот самый возраст когда нужна помощь ей отказ отвернуться бросить умирать да вы в своем уме на этом я закончу предварительно хочу напомнить вам кто погиб из-за того что в их недра ворвались советские люди погиб отец погибла сестра и погибла мать погибли оба брата друг за другом погибли из-за того что вирусную инфекцию принесли им геологи и ученые и осталась вот эта одна девочка которую вы видите которая выжила а если вы хотите узнать о ней побольше то внизу в ссылочках будут такие факты которые вообще вскружат вам голову а я люблю вас будьте благословенны и любите ближнего своего как самого себя любите ближнего своего не дайте погибнуть не дайте не создавайте страшную мучительную смерть этой женщине которая еще жива и непрестанно молится за вас за всех люди опомнитесь опомнитесь делайте что-то а я люблю всех вас будьте благословенны вы и ваши близкие пока-пока и